Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Сегодня у нас наконец-то роллы от моей любимой доставки Епоша. Здесь 60 штук и этот сет, который называется Айлисона, до конца этого месяца будет стоить всего 30 монат. Представляете, вот столько роллов за 30 монат. Спокойно, втроем, вчетвером можно скинуться и заказать. Действительно, говорю вам абсолютно искренне, я очень люблю роллы от Епоша. Я считаю, что это лучшие роллы у нас в Баку. Несмотря на то, что мне пишут другие доставки ролл, я всегда выбираю только Епошу и всегда заказываю только у них. У меня уже журчит живот и давайте приступим. Роллов действительно много, но успейте заказать, потому что времени осталось очень мало. Только до конца этого месяца этот сет вы можете приобрести за 30 монат. Но вообще, после моего последнего заказа из Макдональдса, вы сами прекрасно знаете, как я была в шоке от цен, на самом деле очень сильно в Маке все подорожало. Если вот сравнивать мой заказ из Мака, за который я заплатила 35 монат, и его можно скушать, ну, один человек, максимум два. И вот такой огромный сет ролл, понятное дело, выбор очевиден. Так, давайте уже дегустировать мои любимые спайсы с креветкой. Креветка здесь по-особенному вкусная. Но я не смогла их мстить, и вот сюда я их разместила. Вкуснотища. Филадельфия. Какая рыбка. Достаточно крупная Филадельфия. Вчера, кстати, была у врача. Решила сходить, провериться. Насчет руки. У меня очень сильно болит рука. Почему-то боль не проходит. Мне почему-то казалось, что она опухла. Но после обследования выявилось, что она у меня все-таки не опухла, и мне просто это кажется. Как я и предполагала, у меня туннельный синдром. Защемлен какой-то нерв. В общем, я сделала рентген. Я даже сделала... Как называлась эта процедура? В общем, все, что необходимо. Мне прописали гимнастику для руки. Так же не нагружать эту руку. Я уже начала лечение. У меня брат спрашивал, что, говорит, до тебя никак звонок не доходит. Я говорю, я не дома была, у меня мекопайта интернет тоже закончилась. И он спросил, что произошло. Я говорю своему родному брату, что у меня болит рука. Как вы думаете, что он мне говорит? Я говорю, из-за постоянной работы у меня болит рука. И он мне говорит, сколько раз можно тебе говорить, кушай ложкой, а не половником. Половник слишком тяжелый, поэтому у тебя нагрузка на руку. Это, конечно, смешно. Но в последнее время мукбанки я снимаю не так часто. По большей части я занимаюсь своей основной работой. Она связана именно с письмом. Поэтому вот так вот получается. Еще что произошло у меня вчера. Ровно месяц назад у нас в инстаграме появилось новое правило. Заплатив 15 долларов, вы можете получить синюю галочку. И мне пришло уведомление. И у меня банковская карта связана с моим Google Pay или как Apple Pay. Мне пришло уведомление, хотите ли вы синюю галочку? Я нажала, да. Там мелким шрифтом что-то было написано. Я такая что-то да нажала. Смотрю, у меня из карты вычили 15 долларов. Плюс еще комиссия. Еще 5 долларов. И в общем, мне должны дать синюю галочку. А я не хочу эту синюю галочку. Потому что, понятное дело, что я ее купила. Но не хочется мне. Ее уже у всех она есть. Мне бы хотелось просто ее получить. Но за деньги не хотелось бы. В общем, мне пришло уведомление, что мне нужно в шапке профиля поменять имя на свое настоящее имя. У меня там стояло АЕ. А надо было сделать настоящее мое имя. И кое-какие моменты, чтобы они мне дали синюю галочку. Потому что я уже за нее заплатила. В противном случае, вам вернут ваши денежные средства. Я думаю, отлично, ничего не буду менять. И в течение трех дней мне вернут мои деньги. Сижу и жду. Мне каждый день приходит уведомление о том, что мне обязательно нужно поменять шапку профиля. В противном случае, я не получу свою синюю галочку. И мне вернут деньги. Я думаю, отлично, как раз. Пусть вернут мне деньги. Там было написано, что деньги можно вернуть в течение 14 дней, они сядут на карту. Но я сижу и жду. Деньги так и не пришли. Но я как-то забыла вообще про это, смирилась. Проходит месяц. Вчера мне приходит уведомление про 14 долларов. Я думаю, о, наконец, деньги пришли. Ура! Мои денежки. Что я вижу? У меня опять вышли 15 долларов и 5 долларов за комиссию. Типа по списку еще на один месяц. Хотя, кто подписан на мой инстаграм, тот в курсе, что у меня и этот месяц галочки не было. Что за фигня? Я звоню в банк. В банке мне говорят, мы ничего не можем сделать. Мы там ввели свои данные и так далее. Я говорю, а дальше они могут вычитывать деньги из моей карты? Они мне говорят, да. Я говорю, давайте я тогда заблокирую свою карточку. Они мне говорят, даже если вы заблокируете свою карточку, если у них будут данные, они могут опять выводить деньги. Мне оператор объяснил вот так. Я говорю, а что делать? Подскажите. И она говорит, мы как банк, сторона, да, третья сторона, можем заблокировать вашу карточку. И вот в таком случае никто не сможет ничего сделать. Я говорю, блокируй быстрее. И через минуту она такая, ну все, операция проделана, все. Карточка заблокирована. Я говорю, а дальше что делать? Она говорит, ничего, подойдите в какой-то филиал нашего банка и обналичьте ваши денежные средства. А карточку можете выбросить. Я такая, в смысле, ее уже разблокировать невозможно. Ну, говорит, нет, все, капут карте. Так если бы я знала, что так, я бы могла просто подойти к банкомату, вытащить все деньги, карточку просто сломать и выбросить. Я-то думала, она ее заблокирует на время, пока все решится. В общем, ничего не решилось. Потеряла я бабусики. Обидно, что не так много. Прошлый месяц, и этот месяц 40 долларов я потеряла. Я написала в службу поддержки инстаграма. Ну, что-то мне не верится, что кто-то что-то там сделает. Ну, и бог с ними, я думаю, с этими 40 долларами. Я даже расстраиваться как бы сильно не стала. Причем в первом месяце я очень сильно расстроилась, потому что я боялась, что мне дадут галочку, все надо мной будут угорать. Я укупила галочку. Вот. А в этом месяце, ну, как-то произошло и произошло. У меня вообще в жизни всегда так. Бог, когда у меня что-то отнимает, он мне дает что-то еще лучше. Суть просто заключается в том, что дело, конечно, каждого. Но мне кажется, платить за эту синюю галочку, это нецелесообразно. Особенно если у вас небольшая страница, например, у вас там 300 подписчиков и синяя галочка. Ну, зачем? Зачем? В принципе, вообще я могла бы, ну, как бы без денег получить эту галочку, просто этим нужно было заниматься, так как у меня в Ютьюбе есть галочка. То есть автоматически во всех остальных соцсетях мне должны дать галочку. Потому что самое сложное получить галочку в Ютьюбе. Она у меня есть. Если вы заметили, даже какие-то там липтон всякие, у них тоже есть галочки. Один раз я когда подавала на галочку не за деньги, бесплатно. У меня тогда страница была закрыта и по некоторым причинам я ее не хотела открывать. И когда я подала на галочку абсолютно бесплатно, мне сказали, мы одобрим вам, только вам нужно страницу держать открытой. определенный период. Так как вы общественный деятель или что-то такое, в общем, такое письмо мне пришло. Потом надо было открыть страницу, написать полное свое имя и опять подать. Я, в общем, этим заниматься не стала. Думаю, да ладно, есть галочка, нет галочки, какая разница. И как-то забила, если честно, на это. Конечно, там выбор каждого. Но, на мой взгляд, если у вас там 500 подписчиков, зачем вам покупать эту галочку, как-то выделяться, кому-то платить за это деньги. Это меня успеет бессмысленно. Лучше найти 15 долларов. Не знаю, закажите роллы. Или сходите куда-то. В кино, например. Вы знаете, я сегодня сплю. Вижу сон. У меня есть другая карта, зарплатная. Карта, на которую садятся денежки из ютубчика. И это, вроде бы, эта ситуация не сильно меня задела, но во сне, что я вижу во сне? Мне снится, типа, с моего счета ушло 2000 долларов. Я звоню в банк и спрашиваю, где мои бабки. И мне в банке говорят, это iTunes, это вам за галочку. Я говорю, я не хочу галочку. Вы купили подписку на 10 лет вперед. Я такая просыпаюсь, нет, нет, не нужна мне эта галочка. Мама такая, что произошло? Я говорю, ничего. Я сейчас на такие моменты никогда не рассказываю маме, потому что я знаю, что мама расстроится. То есть это, вроде бы, мелочь. И вот мама вообще никак никак не расположена к моим средствам. Мама не знает, сколько я зарабатываю, сколько я трачу в месяц, куда, на сколько уходит. То есть у мамы чисто есть моя карта, и она везде расплачивается этой картой. Плюс, если ей нужна наличка, это деньги с сдачей квартиры. Какие вкусные, запеченные. Очень вкусно. Я не знаю, что это за соус, но это просто невероятно вкусно. Особенно вот эти вот с сыром я обожаю, когда вот прям много сыра и без крабовой палочки. то есть мама вообще не в курсах, сколько пришло, сколько ушло, сколько я отложила. Когда мы были маленькими, мама говорила, я мечтаю о жизни, чтобы не знать вообще про финансы. То есть вообще не знать, сколько у меня есть, сколько нету, сколько надо отложить, чтобы всем этим занимался мужчина, а я понятия ни о чем не имела. Вот сейчас у мамы как раз-таки такая же, и она понятия не имеет. Но для справедливости ради нужно сказать, действительно, мама не транжирит, несмотря на эти моменты. То есть она всегда приценивается, смотрит, где дешевле можно что купить. То есть она как-то пофигистически не относится. Мама у меня очень этичная. То есть, например, нашему какому-то соседу нужны деньги, он хочет деньги в долг. Она не скажет, вот я тебе дам, прям зубы даю, завтра у тебя будут бабки. Она всегда скажет. Я спрошу Айнур, и потом вам скажу. То есть мама очень-очень этичная, честно. Я впервые встречаю такого человека. Я уверена, если бы у меня были бы дети, я была в таком же положении, как и мама, я просто прожила на широкую ногу и сказала, знаешь что, я тебя родила, воспитала, вырастила. Отдавай долги. А мама, она не такая. Там ей надо в деревню. Я говорю, маме, я тебя отвезу. Она говорит, ой, нет, не беспокойся, ты все твое время, я на такси поеду. Я вообще могу на автобусе поехать. Я говорю, мам, успокойся. Ничего страшного. Я просто уже в следующий раз там оставаться не буду. Я просто маму отвезу. Через недельку просто приеду и обратно привезу. Роллы, конечно, вообще очень вкусные, действительно. При мне ожидалось, что столько штук сняли. Недавно вот я нашла хороший санаторий. Он не только просто там лечение, но еще он оздоровительный. Там очень много врачей разного спектра. То есть там проводят полное обследование. Твои назначают тебе массажи, процедуры, бассейн. В общем, очень классное место. Я подумала, для мамы будет очень полезно. Там есть как раз и диетолог в течение этого периода, пока ты там. Назначает тебе определенный рацион. И поэтому рацион у тебя там готовят. В общем, я маме говорю, давай купим тебе путевку и тебя отправим туда. Ой, столько делаю в деревне поминки. Ой, господи, надо собрать орехи. Сейчас не до этого. Как я там буду одна? На общем, миллион причин эта женщина нашла, лишь бы туда не ехать. В конце мы остановились на том моменте, что прилетит папа. В следующий раз, когда прилетит папа, мы вдвоем их отправим туда. Так что, вот такие вот дела. В общем, я поела. Честно, я наелась. Было действительно очень вкусно. Роллы действительно достойные. Подписывайтесь на страницу Епоши, потому что у них частенько бывают акции. Этот сет назывался Аризона. Стоит 30 манат за 60 штук. Всех люблю, целую, а на меня не забывайте подписываться.